СОБР Когда мы узнали, что будут созданы подразделения совершенно на профессиональной основе, мы, конечно, смеясь, не могли себе представить, что уровни угроз могут так быстро в стране меняться. Просто не могли себе представить. И действительно, буквально за несколько лет поменялось всё. Обстановка была не просто острой, а острейшей. Подразделение разбиралось с организованной преступностью в 90-е и принимало активное участие в боях двух чеченских компаний. И сегодня бойцы Пермского СОБРа регулярно несут службу в командировках на Северном Кавказе. Без участия этого подразделения не обходится ни одна силовая операция в нашем регионе. С юбилеем СОБРовцев поздравили со сцены гарнизонного дома офицеров. Хотелось бы в этот день пожелать вам, чтобы вы как можно меньше применяли своё мастерство, своё оружие. Но это, наверное, невозможно сегодня сказать. Поэтому хотел бы просто пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья. У нас в крае, в полиции, там, допустим, два кавалера Ордена Мужества. Оба наших. Один ОМОНовец погиб, два мужества. И вот тут Саня Чудинов, начальник отделения, два мужества. Говорит, вот у нас в крае один человек награждён четырьмя медалями за отвагу. Тоже наш. Майор Харамшин. Вот такие у нас парни. Я говорю, просто я страшно горд, что я... Ну, это мои друзья, это мои подчинённые. У каждого из вас множество государственных наград, которые говорят только об одном. Вы достойны командира, вы достойны своего гарнизона, вы достойны своей малой Родины и нашего великого государства. В прошлогодней командировке на Северный Кавказ во время столкновения с боевиками командир Пермского Собра Сергей Яшкин был серьёзно ранен, но продолжал руководить действиями отряда до полного уничтожения бандитов. По возвращению полковника представили к званию Герой России, но наградные документы, возможно, до сих пор блуждают где-то в высоких кабинетах. Во всяком случае, к юбилею подразделения награды героя так и не нашла. Андрей Григорьев, Антон Жабанов, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.